здравствуйте дорогие друзья вот нагрел новый сезон растения против зомби 2 в этом сезоне мы можем на арене получить сразу четыре новых растения конечно со стопоцентным шансом но самым главным конечно это является растение взрывной рис вот взрывной рис потом пуф белл корнишок и солнечная лоза все эти растения мы можем попытаться получить на арене достигнув 400 уровень и сегодня в видеоролике я бы хотел показать как лучшую тактику по достижению 400 уровня на мое усмотрение итак моя татика заключается в том что я буду использовать электрический камыш и кукурузу при том что она в этом сезоне дается солнечная лоза вот эти растения прям замечательно подходит а если у вас каким-то образом ну еще не пятый уровень электрического камыша очень очень вам советую по открывать пиньяты дикого запада потому что это растение она всегда очень хорошо заходит в на арене вот абсолютно всегда итак как же мы действуем у нас изначально дается 1000 сонт мы ставим ряд из солнечной лозы и на нее садим также ряд из электрического камыша если у вас еще ну хотя бы не пятый уровень чтобы стоимость камыша была не 125 а 100 то все равно вам может хватить 125 сонт оставшихся вы можете если у вас до сих пор не пятый уровень посадить вот как раз 5 вам хватит я так у меня уже 6 уровень могу посадить дополнительно кукурузку и так как только мы начинаем нам сразу дается пять солнышек на что мы можем посадить еще одну кукурузку сажаем их сюда и сюда соответственно потому что именно по этим дублениям изначально идут два зомби вот сама тактика в зомби не доходят дальше вот этой вот линии что очень круто если конечно вам что-то ну допустим не такой сильный электрический камыш у вас можно использовать по типу лука или вот это вот морковь и отталкивающие потому что она тоже очень хорошо заходит зомби и так не доходит почти вот с такой тактикой в принципе могут реально помочь вот лук или отталкивающая морковь вот пока она сидит хорошо мы потом ставим второй ряд из электрических камышей все конечно же облагораживаем солнце солнечная лоза очень-очень крутая я бы реально хотел ее получить вот надеюсь вы будете пользоваться тактикой потому что ну растения реально крутые допустим тот же самый взрывной рис мне кажется очень хорошо будет вообще заходить так мы продолжаем как видите у меня уже 45000 а у моего оппонента только 11 я сегодня чтоб не задается могу сказать что прошлый сезон с инферно был тоже очень прикольным и я к сожалению получил это растение потому что не хватило мне немного ну в общем понятно с нами играл какой-то новичок хочу пробовать сыграть с каким-то хорошим игроком который тоже уже нашел свою тактику он уже 30 получил ну потому что только начал я уже на втором месте инферно очень прикольно конечно растение но довольно слабовато честно не знаю как бы она могла зайти то есть вот я вам говорю что вот эти вот растения даже не обязательно вот эти вот 3 вы можете взять любые другие растения они в общем то не нужны но просто прикол в том что эта тактика состоит в том что вам нужно идти всего-то до середины и дикого запада чтобы уже относить все и вся потому что электрический камыш вот реально очень очень хорошее растение ну в общем то вот даже не нужны какие-то особые растения там не знаю с других миров достаточно всего дойти до мира дикого запада связи с последним обновлением как раз таки сейчас все миры открываются по мере заканчивания прошлого мира то есть я не знаю зачем так сделали но в общем то как бы неплохо ну допустим может быть это и хорошо мы сначала должны пройти полностью допустим египет чтобы нам открылся пиратскими раньше было не так раньше наоборот когда ты только проходил египет я давали сразу все ключи не знаю почему разработчики как решили так сделать может быть им виднее я в общем то и не против тем более раньше как-то ты мог открыть сразу все миры пройти там немного там немного и как-то не было что ли только правильности прохождения а сейчас вроде очень даже удобно хороший кстати игрок что-то как-то быстро время прошло даже не заметил неплохо видите тоже использует электрический камыш но не вон первого уровня я реально вам очень советую я покупал пиньяты дикого запада я полностью прошел весь дикий запад и вот шестой уровень электрического камыша это прям вообще имба ну вот я уже получил 20 20 очков рейтинга и вот таким способом мы можем реально заполучить вот эти вот растения тем более что как мне помнится в прошлом сезоне там сами по себе уровни вот эти вот длились намного дольше там около трех минут а эти прям поменьше и просто получать вот эти вот очки очень легко и всего две минуты всего две минуты на прошлый вент был реально сложновато но примерно такой же тактика можно было бы пройти его в общем то опять все легко если нужно там не знаю давайте заморозим этого зомби вообще даже не важно как вы будете ставить просто прикол том что кукуруза постоянно станет врагов а электрический камыш наносит дикий урон сразу по нескольким целям все осталось одна минутка дать пытаемся как-нибудь ускорить этот процесс видите как я и говорил зомби даже не успевают дойти вот дальше этой линии мы чудно раз выиграли замечательно вот я уже достигла спятого уровня мы открываем нету и тут у нас 30 солнечной лозы замечательно вообще про сами растения за которые мы сейчас сражаемся очень-очень даже неплохие растения могу сказать у меня единство что есть это вот камнат да ну очень агам вы простите гамнат да вот пуф был она она как я знаю просто взрывается солнечная лоза вы уже поняли вот дертишок тоже довольно неплохое растение кстати получить его будет легко и пупл тоже будет получить легко так-то да вот а взрывной рис тоже очень неплохое растение кстати после обновления добавили новые растения я честно еще не знаю что он делает solar sage стоит она 0 солнце и можно сейчас попытаться в какой-нибудь ивент сыграть наверное по любому же смотря на что связи с новым растением добавлю новые ивенты посвящены этому растению так может спинят упать и отсходить мне кажется не будет этого нового растения очень жаль очень жаль о хорошо пройдем легко и быстро да и так надо ладно вот вообще могу сказать что электрический камыш это во первых одно из лучших растений на начале во вторых одно из лучших растений в принципе очень очень хорошее растение то есть просто его можно использовать всегда более когда оно неплохого уровня интересно нет хотя просто я конечно У меня счастливая рука. О, еще солнечная лоза и 2 500 коинов. Ну, близко, близко. Ну, плюс 10 к солнечной лозе, это прям хорошо. А, нет, думаю, не хочу сыграть еще раз. Правда, интересно, что это за новое растение. Могу предположить, что... А, а... Что-то, скорее всего, наподобие... Сейчас. Скорее всего, солнечного томата. Да. Я вот почему-то в этом уверен. Скорее всего, что это похоже на солнечный томат. То есть ты его съедаешь, или после убийства, или как там... в зомби выпадает солнце. Мне так кажется. Странно. Не могу найти ни один гриб. Почему-то. Главное, вот эти вот растения есть, а обычных грибов нет. Очень странно. Ладно. А. А, тут в принципе... А, все, я понял. Он у нас еще не открыт. Да. Да, у нас получается еще не открыт мир, и мы не можем предположить, какие-то растения будут. Ну ладно, мы можем последний раз сходить на арены, чтобы... Чтобы убедиться в нашей тактике. Все-таки растения реально очень прикольные, можно их получить. Тем более, что это не так уж и сложно. А, я понял. Тут не рассчитано на то, что мы получим... Да, мы не сможем получить вот эти растения. Мы сможем получить только вот взрывной рис. Если, конечно, у вас были уже сколько-то там получено карточек того же Дертишока или Пуфбеля, вот. То, может быть, вы сможете получить, но... Я вот, допустим, не смогу. Я вот не смогу. Можно и найти какую-нибудь тактику еще лучше, но... Вот, сколько мы уже с вами смотрели, там люди больше 30 тысяч не получают. Да, солнечная лоза очень хорошо прям помогает. Думаю, без нее нельзя было бы пройти. Все по себе растение очень классное, что и не занимает место, и постоянное солнце идет. Да и стоит не то, чтобы дорого. вот, видите, люди, ну, больше 40 не могут получить, потому что не пользуются моей тактикой. Ну, так-то неплохо с огненной мятой. Ну, не знаю, чем бы она могла помочь. Ага. Ну, вот, в общем-то, и все. Большое спасибо за просмотр. Видите, как я уже за столько времени обогнал человека, который находился на первом месте. Ну, относительно обогнал. Вот. Спасибо большое всем за просмотр. Надеюсь, эта тактика вам реально поможет. С вами был Алексей Лепешкин. Всем большое спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...